друзья я сейчас вот заехал на такой интересный участок земли здесь вилла которая стоит 300 долларов за одного человека на один день пожить вот с таким вот прекрасным видом мне об этом все подробно рассказал этот человек даже предложил поискать тут варианты чтобы семьей остановиться я сказал что нас это не устраивает потому что мы ищем жилье на более продолжительный срок и разумеется 300 долларов за сутки платить это не совсем интересно какой-то райончик убуде и сейчас хочу вам показать типичную не центральную достаточно спокойно я потихоньку буду ехать на мотоцикле и камеру держать в одной руке думаю что кому-то может быть и будет интересно посмотреть как живут обычные местные провинциальные индонезийцы на острове жители поехали кризиса а и и и и и и и вот такие вот тут бескрайние рисовые плактации с великолепным закатом просто чудеса друзья тут такая красота я даже не знаю что говорить просто так покажу вам и скажу то что приходит в голову что в жизни возможно все если мечтать если планировать если действовать я хотел сказать что если бы не интернет то не было бы возможности не у меня не у моей семьи путешествовать никогда бы в жизни я не оказался в центре острова бали никогда бы не познакомиться с местными прекрасными жителями которые вот так вот работают давайте я вам покажу местного жителя который без руки зарабатывает себе на жизнь hello собирает сорняки очищает рисовые поля на дня я даже не знаю что сказать как прокомментировать у меня просто нет слов друзья вот смотрите в каких пакетах приносит нам стирку то есть мы накопилось немножечко стерочки отдали нашей уборщицы она пошла постирала все это принесла вместе с чеком потом аккуратнее пакетики приятный такой запах похож на эти свечи которые они зажигают везде дымят ароматизированы приятно друзья хочу показать вам какие из дерева местные умельцы скульптуры да 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 мы от В светофоре покажу вам. Давайте вместе с вами зайдем в местный музыкальный магазин и посмотрим, что вообще здесь продается. Какие инструменты есть. Сейчас я его уложу в шлем, в багажник. Забираем ключи. Все, пойдем. Мы пока с вами посмотрим, какие есть тревел-гитары, маленькие укулелечки. Вот это вот миллион стоит. Рупи – это пять тысяч рублей гитара. Я хотел еще найти себе на этот микрофон. Думал сразу посмотрю заглушку или как она называется, антишумный, чтобы когда ветер дует, не было вот этих звуков. А у них получается, что нет. Но тут, смотрите, очень много разных драм-инструментов. Я не могу записать видео на YouTube. Я не могу записать видео. Окей, я не буду записывать. Видите, как интересно. Я спросил, можно ли записать видео. Она говорит, только не фотографировать. Может, они боятся, что вспышки будет. Но я не фотографирую, я снимаю видео. Что не запрещено, то разрешено. Вот интересно, этот инструмент он получит только, когда находится в руках. Если его поставить на землю, мы закрываем, получается, вот это отверстие. И звук получается духин. Даже на приемке я ставлю. Короче, такой магазинчик. Только специализация на ударных инструментах. Поехал обратно.